Учитывая постоянный демографический рост, вопрос обеспечения населения жильем остается актуальным. Для создания достойных условий жизни людей в стране развернута масштабная созидательная работа. За период с 2017 года было сдано в эксплуатацию 326 тысяч новых единиц жилья. Обеспеченность на душу населения увеличилась на 18%. Оказывается, содействие и в получении субсидий. Сегодня в каждом регионе на каждой улице проводятся созидательные работы по обеспечению населения доступным и качественным жильем. Примером тому являются и эти многоэтажки в Ахангаранском районе Ташкентской области. Ранее неиспользуемая земля сегодня превратилась в небольшой городок. В четырех многоэтажных домах построено более 80 квартир. Не могу передать, насколько я счастлива. Я всегда мечтала о своем доме. По ночам не могла спать. Всегда была одна мысль в голове. Я смотрела на детей и задавала вопрос себе. Почему мы не можем себе позволить крышу над головой? И вот настали лучшие дни в моей жизни. Большое спасибо главе государства за такой неожиданный подарок. Нам оплатили первоначальный взнос. Мы показали радость лишь одной семьи. А сколько людей сегодня обеспечены новыми квартирами со всеми удобствами. Жилищное строительство достигло рекордного уровня в истории нашей страны. В 2017 году построено около 8 тысяч домов. А в 2022 собственное жилье получили 56 тысяч семей. В этом году цель еще выше. Будут построены жилые дома на 90 тысяч семей. Мы каждый месяц меняли место жительства. Если у нас не было средств, мы съезжали. Потом работали, копили деньги и снова снимали новую квартиру. А теперь есть собственное жилье. Мне не нужно каждый месяц думать об оплате. Бояться, что меня выгонят. Сейчас я действительно чувствую, что я могу быть спокойна. Вместе с этим в Ферганской области будет построено 212 домов на 7 927 квартир. В каждом районе. И в Махале строятся многоэтажки. В новых квартирах уже живут семьи. Теперь у них есть свой дом и уголок счастья, где они уже создали уют. Сдача в эксплуатацию домов состоялась и в Джизаке. Особенно для семей, нуждающихся в социальной защите. Эта государственная забота стала неожиданным сюрпризом. Пять семей. Мы жили в одном доме. Представляете, четырехкомнатный дом и столько людей. Я даже мечтать не могла о собственном доме. У нас никогда не было таких средств. И благодаря помощи президента гражданам, нуждающимся в социальной помощи, помогают жильем. За нас оплатили первоначальный взнос. Я была очень счастлива, когда получила свою квартиру. Для обеспечения лучшей жизни и повышения ее уровня здесь строятся новые жилые комплексы. Вся инфраструктура улучшена для удобства граждан. В нашем районе тоже построили такие красивые многоэтажки. Есть все удобства. У меня два сына. И у одного были проблемы с жильем. И вот мы получили квартиру. Спасибо президенту за такие возможности и условия. Я всегда мечтала, чтобы у моих детей были свои квартиры. И вот мечтам свойственно сбываться. Строительство в 2019-2022 годах обеспечило жителей Бухары новым жильем. С одним ребенком 7 лет мучилась. Постоянно жили на съемных квартирах. Было множество сложностей. Были дни, когда я осталась на улице. Заработало множество болезней. И помощь, которую я не получала от родных и близких, я получила от президента. Мы получили квартиру в новом красивом доме. Здесь есть все условия. Я раньше не верила, что такое чудо может произойти со мной. Но сегодня я по-настоящему счастлива. Продолжение следует...